В этом видео я расскажу вам об одной из попыток ингушей втянуть свой конфликт с осетинами чеченцев. Итак, начнем с самого начала. В 1992 году ингуши в стиле немецких фашистов подлейшим образом ночью нападают на пригородный район Осетии. Целью нападения является захват земель и расширение республиканских территорий Ингушетии. Заручившись дружескими отношениями с президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, ингуши осмеливаются на такую авантюру в надежде, что Россия закроет на это глаза. Но не получилось и не фортануло. Так как есть у ингушей такая национальная черта, как бравада, кичливость и понты, именно эти качества помешали им здраво взглянуть на ситуацию и трезво отчинить свои силы. Именно высокомерное отношение ингушей по отношению к осетинам послужило чудовищной недооценкой возможностей осетинских мужей, которые защитенные часы сумели организовать народное ополчение, следствием чего явился сокрушительный разгром ингушских вооруженных мант в известной в трехдневной войне. В неудачной попытке втянуть грузин в войну с Осетией в мае 1994 года, где ингуши расстреляли восемь грузинских рабочих и обвинили в этом осетин, ингуши переключились на чеченцев. За основу был взят случай в Алдах, где российские войска учинили массовый расстрел местных жителей. Случай этот был прозрачно расследован независимыми журналистами и были установлены виновные в этом военнослужащие из питерского ОМОНа. Ингуши развернули все имеющиеся у них на руках СМИ, чтобы предоставить эту новость таким образом, что именно осетины были виноваты в этом. И впоследствии именно ингуши выследили этих самых осетинских преступников и уничтожили. Внушалось это в первую очередь чеченским беженцам, находившимся в палаточных лагерях на территории Ингушетии, которые находились в информационной блокаде. Таким образом, ингуши пытались привить чеченцам ненависть к осетинскому народу и чувство обязанности перед ингушами. Такие манипуляции делались для того, чтобы руками чеченцев отомстить осетинам за позор на проигранную им войну. Ингуши очередной раз, имея амбиции, но не имея мужчин, пытались чужими руками воплотить свои мечты в реальность.